Немножечко назад тело, тело назад. Сегодня немножко с телом поработаем, взаимодействуем. Покидали вот так, чтобы плечи. И встали обратно, встали обратно. Чувствовать некое изменение в плечах? Не расслабились или нет? Тогда еще потянули. Расслабьте, расслабьте. И плечами, а вот телом, так вот, тут, 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 чтобы плечи тряслись. Раз. Расслабились в плечах? Да? Да. Хорошо, голова по кругу. Давайте, давайте, уже сколько. Что я делала, не получается. У меня вот эта сторона только... Все делает, все должно получаться. Тулующе по кругу. Это что, плечи-то не плечами ходишь? Круг нужен, круг, круг, вот. Берите пример. Человек все освоил. Да. Тулующе по кругу. Таз по кругу. Колени по кругу, стоп разминаем. Голова, туловище. Таз, колени. Успеваем, голова, туловище. Таз, колени. По хлопку. Бездика, работаем. По хлопку. Уже было туловище. Туловище. Таз. Голова должна быть сейчас. Довольность. Право. Лево. 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 Назад. Право. Лево. Назад. Ну, елки-палки. Что это такое? Пошли по кругу. Все повторяю за мной. Чего там? Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Что вы смеялись и так? Держим прямую ножку. Прямую, прямую. И распрыгались. Преизбольно. Как угодно. Встали в том. Туда, 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 туда. Прыгаем по всей комнате. Найдите прыжок, который вообще вы никогда не делали. Никогда. Абсолютно. Вот еще. Поактивней. Ходим по кругу. Готовность. Право. Лево. 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 Назад. Готовность. Сняли. Все. Сейчас будет такое упражнение. Так же. Встаньте. Как вы обычно стоите. Вообще. Теперь найдите как можно больше расслабленную какую-то такую позу. Свою. Так вы думаете, что вы сейчас сделали в большинстве слов? Проанализируйте свое тело. Не напряглись. Нет, не напряглись. Тащите еще позу. Чтобы вам было удобно долго стоять. Что вы сделаете? Одна нога опорная. Удобно. Чтобы удобно было стоять. Одна нога опорная, да? А вторую вы расслабили. У вас проблема. Вы стоите все время на двоих, на двух ногах. Да? Вот давайте с вами научимся. У вас будет все время одна нога расслаблена. Вот. Так, чтобы одну можно было оторвать. Вот. Вот хорошо. Очень хорошо. Так. Стояли. Поменяли. Центр тяжести. А теперь сделайте так, как вам удобно держать руки. Вы, допустим, где-то стоите. Как вам удобнее держать руки? Поищи, поищи. А если нет, сумки? Вот так удобно держать руки. Так ты долго не простоишь. Поищи. Поищи они могут быть назад. Вот у нее, видите, вот такой вот жест. А вот, хорошо, теперь давайте с вами, вы со мной поговорите. Вот у вас сейчас руки как-то это, и они должны двигаться, да? Вот чтобы у вас руки не были немые. Чтобы вот надеть, надеть еще. Поищите от вас, как, вот так. Вот как вы думаете, как вы заговорите со мной? Вот у вас хорошая, какая-то почти авторская пуская такая. Я даже такую не знаю. Надо и заполнить. Нет, хорошо, просто. Хорошо. Ну, как вы будете разговаривать, чтобы у вас были руки видны? Вот у вас как вы сделаете? Вот, чтобы они значили, вот этим пальцем, вы можете разговаривать? Когда, во время этого? Почему? Давайте вот поищем. Нет, наоборот. Эту руку вы можете не совсем засовывать. Вот, нет, все сделать, как вы сделали. Оставьте, как у вас было, как вам удобно. Да, только не спрашиваю, что у вас большой палец был здесь. Он может у вас как-то разговаривать, пробовать, да? Оба больше сюда, если убрать. Да, он у вас тоже будет разговаривать. Давайте сегодня с вами поговорим. А вы с вашей, как у вас будет двигаться? Ну, приблизительно. Пальцы, да? А у вас? Вот этой рукой уже неудобно здесь. Неудобно? Нет, ну, просто она не несет не ту информацию. Да, у вас будет вот эта рука-то, да. А у вас? Это очень широкий жест для женщины. Да, мы сейчас говорим про маленькие жесты. А как руки, которые у вас висят, как ими работать? Вот у вас, смотрите, что получается. Вот так крутите руку, и вот так вот здесь вот держать. Всегда некрасиво. Жест не должен быть параллельным, да? Если вы начинаете двигаться, если висят, они должны... Одна рука всегда быть где-то не в параллели. Помните, мы с вами? Мы с вами делали, да, упражнение на руке? Нет. Не делали, да? Сейчас поделаем. Смотрите, вот так она поднимается, если она пошла. Это уже здесь... Все время ищите разницу. Есть такое упражнение, да? Это инь-янь, 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 инь-янь. Вот там наверх идет. Вот это в принципе, если вы заметили, у меня никогда нету таких вот жестов буратинистых. Вот таких вот. Да, если одна рука наверху, другая внизу. Если у меня поворачивается кисть, то я другую разворачиваю все время. Видите это? Поделайте. Я же не треплюсь просто так. Петер, я еще ищу удобную позу. Ищешь удобную позу. Вот у кого, особенно сейчас по привычке, привычные руки здесь, внизу, когда вы начинаете разговаривать, у вас пошла рука. Одна рука поднимается, во второй не нужно вместе поднимать. Иначе это будет очень некрасиво. Да? Я, что вы смеете, вы делаете это так. Сейчас с вами разговаривал, когда я там стоял. Вы все что-то там вот у вас вот так ходят руки. Одна рука, тогда появляется пластика. Мы делаем с вами вот такое упражнение. Давайте это очень важное для жестов упражнение. И вот так вот пальцы. Видите, у меня такой веер, почти бандитский веер. Большой палец. За ним этот, 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 закрылись. От мизинца сюда. Открылись сюда. И вот такой вот веер. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Нет, вы просто открываете. Открываете, закрываете. Мне нужен веер. Вот пошел мизинец, за небольшой, закрылись. Это такое в танцах, в испанских есть упражнение. И от большого пальца. Большой, указательный. Закрылись. Раз, два. А? Делайте. Учитесь, ищите. Что ж так шарко-то здесь? Я сниму эту, а, мне она здесь петличка. Раз. Два. Раз. Два. Это вот должно быть до автоматизма доведено. У вас должно быть, это вот уже автомат. Когда вы работаете, когда вы разговариваете, вот у вас должен жест идти не такой просто. А вот немножечко, когда с вами разговариваю, если вы заметили, у меня пальцы работают. Пальцы работают. Только они идут уже почти незаметно. Они идут вот так вот у меня. Они идут почти незаметно, но все равно в жесте они участвуют. Я разговариваю, они идут вот. Оп. Оп. Но когда разговариваю, вы же должны ли руки участвовать, как правило, постоянно слышу, что они мошили? Нет, махать не надо руками, если они вышивают, это ужас. Ну, это не надо так, вот, 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 у меня почти он стоит, у меня почти стоит рука на месте, но все равно она живет и дышит. Без рук разговариваю, это тоже такое. Я тоже как разговариваю, как это, говорящая голова. Нет, жест должен быть, обязан быть. Только он должен быть воспитан. Да, вот я с вами сгариваю, вот, у меня, и смотрите, у меня идет, вот, я сейчас сказал, я же не машу руками. Ну, воспитанник, это исключение, когда я там с вами дурачусь, да. Вот, смотрите, и переводите его в очень маленький жест. Вот, этот же сам, вот, смотрите, у меня почти уже он не заметен. Но все равно идет одно за другим палец, один за другим. Они мне не все ходят, вот так. Это тоже некрасивый жест, видите, я буду так разговаривать, просто. Да, он у меня, как бы, крадется. Самый сложный жест. Есть жесты рубленые. Да. Такой рубленый жест. Человек отрубается все время. Я сказал. Да. Есть колющий жест. Такой. Да. Этим, в принципе, все владеют. Там что-то, коль. А плавным жестом владеют единицы. Как вы думаете, кому присущий плавный жест? Дибкий люди. Вот, назовите, какого, у кого плавный жест? Что он говорит, о чем, как бы вы его назвали? Думайте, думайте, думайте. Ну, человек мудрый. У него нет рубленых жестов и колющих. Сначала думает, а потом делать. Да, чем-то мудрый, да. Там, священник. Разве бывает учитель, да. Священник, да, там какой-то. Но, в принципе, это говорит о неком внутренней гармонии. Да, в человеке. Да. Кто употребляет рубленые жесты? Чаще всего. Оба профессии, да, я понимаю, но, оба профессии. Руководители. Руководители, да, такие, которые, у которых, у которых уже, но, минимум, существует там, большое количество подчиненных, да. А кто колющие, чаще всего. Я говорю, что, в каком правиле есть исключение, то колющие. Такое среднее звено чиновников, не замечали? Мы все время что-то там, вот, к них такое, да. Эти вот люди, которые, да, вот, дегодируют, вот, вот, такое, которое там 10 человек, да, рубят такие побольше. И уже власть имущие, царские особы, те, кто, они имеют плавный жест, да. Вот, готовьтесь быть, как вам Лера говорит, на миллион долларов, да, вот ее любимое, это, ну, вот, будьте на миллион долларов, да. Вот жест он должен быть плавный, поищите его. Ну, просто, сначала делайте вот такое упражнение. Пром-пром-пром-пром-пром-пром-пром. Сегодня мы будем говорить с вами о жесте и о взаимодействии и общателе. Потом все меньше и меньше, меньше и меньше. Но учитесь вот делать сначала такой жест, как будто вы гладите кого-то по голове, да, пальчиками. Как будто у вас тщата голова. Вот, не вот так вот, а вот одной рукой учить, да, когда мы упражняемся, они у нас, вот, здесь рядом. Но когда вы будете работать, он должен быть, одна рука должна висеть, вторая должна работать. Вторая работать. Палец уже расслабьте большой. Уже он не нужен, он не нужен. Он уже ходит, нет, нет, нет этой амплитуды огромной, да, она минимальная, она почти в намеке. Почти в намеке. Вот. Пускайте. И разворачивайте. Вот, возьмите, разверните жест. Видите, вот такое. Он в этом же самом вере, так он развернулся. Хорошо. Для мужчин, мне кажется, да, очень важно научиться давать рубленый жест. Женщину сейчас, двое мужчин, для них, да, колючи не буду, потому что он всегда некрасив. Но в какие-то моменты его нужно делать. Но рубить нужно не вот так, не всей рукой. Это должна рубить только ладонь. Попробуйте одной ладонью. Одна ладонь. Вот в этом есть некое превосходство. Не замечу, не замечаете, да? Можете только вот так отрывать. Но в то же время, если вы собираетесь быть начальниками, а вы все хотите быть начальником, как я понимаю, это у вас должно быть. Вы должны уметь поставить человека. И это говорит иногда больше. Вообще, вам будет задание, понаблюдайте за людьми и за их жестами. Не, сейчас сядете, подождите. Не наблюдайте за их словами. Вот в какой-то момент отключите уши. Да? Человек будет говорить, да я с тобой согласен. Ты очень прав. Да? И вы увидите гораздо больше информации, снимите через жест. Вообще, человек себя выдает жестом напрочь. Просто мы этого не замечаем. Мы думаем, мы слушаем и думаем, что он говорит правду. Вы можете очень-очень много понять по жесту и очень-очень много понять, что человек от вас хочет. Он может вас говорить, очень хорошо. Вы очень хорошо поступили, да? Ну-ка, а еще есть такой жест, да? Он говорит, я все для тебя сделаю, да? Это абсолютно. Вы посмотрите за этими жестами. Очень важен язык жестов, не язык тела, который, конечно, важно знать. Закрытые позы и так далее. Но они имеют очень много исключений. Иногда человек закрыт не потому, что он закрыт, потому что он так привык сидеть. Да? И так далее. Смотрите за мелочами. Ясно? Это с жестами. Мы так быстро прошлись. А теперь давайте на взаимодействие. Вы же тоже должны видеть. Давайте попробуем с вами сделать такое упражнение. Вот. Сидите теперь все. Садитесь, сидите быстрее, быстрее активно. Два человека желающих. Идите ко мне. Считаю, до трех. Вот смотрите. Стоп, стоп, стоп. Вот у вас сейчас здесь будет лежать бревно. Да? Вот оно размером с этот стол. Вы должны будете его взять и отнести ребятам. На первый пар? Вот рядом с ног. Вот рядом с ног. Рядом с ногами положите его. Взять, поднять и отнести. Вы должны почувствовать это. Бревна нет. Вы должны почувствовать друг друга. Вы должны почувствовать вес этого бревна. Вы должны. Он, оно не должно сокращаться. И так далее. Да? Вы очень должны быть внимательны друг к другу. Вам сейчас все ваше внимание должно быть на партнере. Поехали. Бревно все меньше и меньше и меньше и меньше. Так. Какое оно у нас стало? Маленькое. Очень маленькое. Посмотрите, что не устало. Маленькое. Кто хочет еще принести бревно? А вы знаете, почему меньше идет? Идет же по диагонали. Ну. Другой идти по диагонали. Ну и что? Поэтому я и дал по диагонали. Я понимаю, конечно, если сюда поставил. Я говорю, что туда? Ну и прекрасно. Получается, Яне просто нужно было идти дальше. По диагонали она должна как бы от меня удаляться. Да вы должны были вместе. Это как удаляться и так далее. Вы должны были почувствовать друг друга. Это упражнение на ощущение друг друга. На внимание друг к другу. Прошел. Кто еще хочет? Поехали. Сидят там. Ёлки-палки. Что вы здесь? Как будто я не знаю, что их заставляют делать. Паша. Давай, Паша. Вот сейчас точно не собернул. Тихо. Работаем. Работаю. Паша уже. Стоп. Еще раз. Соберитесь. Соберитесь. Тишина в зале. В зале тишина. Соберитесь. Мне очень важно, чтобы вы были внимательны друг к другу. Чтобы вы сейчас замечали любой. Вот если он взял вот такое бревно, то у вас должно быть тоже такое. Если он взял такое, а вот такое. Вот все. Между вами контакт. Законтачьте. Видите, малейшее изменение человека. Не колитесь. Вы сбрасываете энергию. Все время колитесь. Пашка, ты бы его просто оденал. Вы сейчас два раза его подняли, два раза его пустили. Оно у вас сгибалось, приподнималось. Внимательней, внимательней. Внимательней друг к другу. Вот только нужно было не договариваться кидаемо, кинуть. Вот это было бы идеально. Важно почувствовать друг друга. Не столько увидеть, как ощутить, почувствовать партнера. Учтите, вы в жизни, в принципе, все время находитесь в дуэте. Всегда. Только вы не внимательны в этом дуэте. Человек, даже когда три человека, когда четыре, он все время общается с одним, с другим, с третьим и так далее. Только он не внимательно общается. От этого куча информации проходит мимо него. Еще у желающих. Постарайтесь почувствовать друг друга, ощутить. И постарайтесь не сбрасывать. Вы смехом сбрасываете энергию, то, что вы накапливаете. Я уже не команду, вы работаете сами. Ощутите друг друга. Представьте это бревно. Не сбрасывайте. Тихо. Остальные помогайте. Почти. Почти. Молодцы. Лучше. Пошли в следующий пара. Поехали, 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 поехали. Последний остался, да? Соберитесь. Вы любители сбрасывать энергию. Поехали. Тут нужно ощутить друг друга. Стать внимательным. Вы необходимы друг другу. Работает не столько зрительное внимание, сколько ощущение. Ничего. Молодцы. Еще два человека. Один человек сюда, ко мне. А ты у нас, смотри. Ты у нас же не был, да? Вот сейчас он. Давайте вот. Аня, Саня, закон тащите. У вас будет клубок, а у вас будет, вы будете наматывать. Вы будете отпускать. Клубок ниток, знаете, что такое? Да? Вы отпускаете нитку, да, ей, а вы наматываете. Вы должны сделать это все. Как-то отделитесь, да, чтобы быть отдельно. Отсядьте, может быть, со стулом чуть больше. Нитка не должна, это воображаемая нитка, она не должна не провисать, ничего, вы должны чувствовать друг друга. Опять же, здесь мне не нужны пантомимы, мне не нужно точного, там, беспредметного действия, мне нужно ощущение. Я даю, я наматываю. Я остановился, я остановился. Вот это вот как будто между вами нитка, как будто между вами другой контакт на уровне каком угодно, называйте его, хоть мистическом. Понятно, но вы очень внимательны. Еще раз повторяю, мне не нужно внимания, когда я смотрю только на руки, мне нужно внимания на ощущение человека. Понятно? Попробуйте. Не командуйте. Он ведет. Сейчас. Все представляете, как бы вы с ним работали, тоже входите в контакт с ним. Учитесь учиться. Нитка не должна ни провисать, ничего, вы должны вместе мотать ее. Когда учатся другие. Между вами должен восстановиться контакт, как будто вы совсем, как будто вы связаны этой ниткой в результате, в идеале этого упражнения. Хорошо. Теперь у вас клубок. А вы будете наматывать. Нитка провисла. Провисает нитка, она больше дает расстояние, вы не успеваете наматывать. Хорошо, спасибо. Следующие два человека. Ну, ну. Стул один оставьте здесь, а потом пересаживайтесь потом. Поставьте, да. Меняйтесь местами. Можете чуть ближе сесть, чтобы вам было удобнее. Давайте. Еще попробуйте. Вот, чтобы как будто эта нитка вас связывает. Вот когда я отдаю, смотрите. Вот я отдаю нитку, я отдаю еще энергию. Я забираю нитку, я беру какую-то еще энергию, мы как будто взаимообменом занимаемся, понятно? Мы очень внимательны, но не глазами, не тем, что я там рассматриваю, да, а внимательно всем своим существом. Вот мы впитываем человека, вот мы забираем, вот, 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 давай что я пробую, вот, вот, на любом движении, сейчас любой, без нитки, просто на движении. Я дал движение, он рождает твое движение. Вот, понимаете, да, чтобы он был такой, почти это, чтобы мурашки пошли. Ты наматываешь, я скажу. Не должна провисать, провисает нитка. Ощущайте друг друга. Вот сейчас только начали ощущать, вы можете менять ритмы, уже разнообразно, делайте разнообразней, вы можете останавливаться. И чтобы вместе остановились, хорошо. Хорошо, поменялись. Пробуйте разнообразить. Вот когда вы почувствовали контакт, вы законтачили, да, уже потом я могу бум-бум-бум-бум-бум-бум, остановиться, выжать паузу, и движение, чтобы произвелось одновременно. Следующее, чтобы вы почувствовали друг друга. Пробуйте. Да. Стоп-стоп, как наматываешься. У вас контакта нет никакого. За контакт, за контакт сначала, вы сразу не идите. Вот. Хорошо, следующее. Ну, сейчас уже получше было. Кто хочет еще? Если не хотите, я не буду унастаивать. Больше никто не хочет? Ну? Давайте с Пашей. Вы ведете сначала. Я отматываю. Да. Вы мешаете. Это сложное упражнение, если его делать по-настоящему. Оно очень сложное. У меня студенты любимовские делали это спиной. И у них иногда получалось. Не встигает. Только на ощущении. Это такое ощущение у них было партнера. Они все сейчас играют у любимого в театре. Еще будучи студентами второго курса. Это очень сосредоточено на его руке. А тут тоже сосредоточено вообще на нем. И вот это... Ты руку даже ведь краем глаза, крайним зрением. Вот угадывать через глаза его движения, через его посыл. И вот только он хочет послать, а ты уже чувствуешь. Уже предугадывать, как будто бы человека. Простите. Ну, на самом деле, неплохо. Попробуйте поменяться. На самом деле, неплохо. Вы сейчас завязались. Давайте. Это такое на ощущение человека. Вот поймите, да, еще раз. Но тут нужно смотреть, угадывать его практически. Чуть-чуть впереди него идти. Нет, не чувствуешь пока. Завяжись. Вот что-то у вас пошло. Вот начались завязываться. Хорошо. Спасибо. Кто-то не вышел, тот остался без этого. Двое желающих еще мне нужно. Двое желающих. Я не буду вас просить выходить и назначать. Вы должны выходить сами. Значит, смотри, ты будешь ее тень сначала. Ты ходишь, ты ходишь сзади. Ты можешь ходить, все что угодно делать, да, приседать, там, подходить кому-то. Ты должна сзади угадать, вот угадать все, что она делает, ее настроение. Да, ее какие-то тоже там провоцировать. Если она улыбается, ты должна улыбнуться. Если она нахмурилась, должна нахмуриться. Вот нужно точно-точно повторяться угадать, что она будет делать. Вот что она делает в это время. Только по ее спине, ты ее тень. Пробуем. Ты можешь подходить с кем-то, общаться. Подходи-ка, общайся с кем-то. Можешь спросить кого-то там что-то. Привет, как дела? Не знаю, он ничего не делает. Это не бывает. Сзади, 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 сзади. Поменялись. Поставьтесь, не торопиться, да. Сейчас очень быстро идете. Не торопиться. И что-то внутри проигрываете, допустим. Возьмите какие-то предлагаемые обстоятельства, допустим. Утро, отпуск, дача. Да. Да, я тоже об этом мечтаю. Я никак не могу доехать. Ну. Сзади. Пробуй угадать ее. Как угадать ее настроение. Только по спине. По пластике. Все остальные внимательно наблюдайте, угадывается или нет. Одновременно ли они улыбаются, либо не улыбаются. Может что-то искать. Вот представьте, где вы идете, что там. Есть ли там, может быть, какое-то дерево, может еще что-то. Не надо брать, не надо брать. Закоптера повторяй ее жест. Ощущай, ощущай. Хорошо, спасибо. Как вам кажется, что-то было или нет? Было пару моментов, было. Там не пара, там было побольше даже моментов. Ребята, вот смотрите, вы только повторяйте. Вы пробуете. Сейчас что происходит? Если вы по психологии показывали, да, когда мы идентифицируемся с человеком, да, принимаем его позу. Мы сейчас повторяем за человеком, идем со спины его движения. И в принципе, тело нам передает его настроение чаще всего. Практически почти все время мы угадываем. Это то же самое можно делать не физически. То же самое можно делать у себя в голове, наблюдая за человеком. Повторять его. И вы многое про него поймете. Потому что все время что-то делать за человеком. Но он подумает, что вы обезьянничаетесь с ним, и вы получите оплеуху хорошую. Да? Но внутри можно делать. Сейчас пока потренируйтесь. Так. Кто еще? Пара. Теню хочет походить. Я не могу. Ну, это скукота какая-то. Опять, возьмите себе какие-то предлагаем обстоятельства, да? На даче. А это на даче. Не надо вам. Вы не говорите, не договаривайтесь. Вам договариваться нельзя. Она придумает. Ты себе ее придумаешь. Я не могу. 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 спасибо было что-то но и давите что вы понимаете да что в принципе если я бы сказал что это такого если вы сами это не делали вы подумает в принципе невозможно как все возможно кажется мы чувствуем снимаем информации гораздо больше стоит только об этом задуматься стоит только начинать этим пользоваться и начать поменялись а а а пробу идентифицироваться с повторять ее жесты только ты от этого очень много поймешь спасибо спасибо как вам кажется а подали тоже да вот запомните это в принципе это очень легко и в принципе надо делать очень мало людей этим пользуются мы не внимательны к друг другу и мы не внимательно часто мы проваливаются из-за того что мы не видим не видим они просто не не замечаем это и в деловом общении не говоря уже о том что когда вы там приходите устраиваться помните там на работу и тогда нужно замечать эти мелочи надо идентифицироваться с человеком хотя бы в воображении вы поймете уловить очень многое того чего раньше не того чего вы так если будете только соображать мозгами не поймете надо вот научиться вот как будто стать им на долю секунды вот поймать его поймать его точку я называю когда вы поймете многое и вы не сделаете ошибок потому что как угодно вы можете понимать язык тела там и так далее но он может рассыпаться от очень многих от очень многих случайностей я не знаю говорю там вы похожи на любовника его жены все и труба вам надо заметить именно это вот если начать инфицировать вы почувствуете что что-то вам в вас ему не нравится вы может не поймете точно что но что но это вы почувствуете начнете с этим работать понятно